так всем привет дорогие друзья суммы выходим в эфир снова мы в эфире я сегодня интересно провел с утра прямой перья как по утрам я бегаю всем привет бегаю почти каждый день и сегодня побегал с утра я уже где-то 45 дней в инстаграме провожу эфир прямой эфир 5-7 минут где-то 8 утра это идет что я понял во время бега сегодня очень круто у меня вообще прям озарение было такое так интересно что здесь у нас урок торы великая мудрость царя соломона вообще это просто бомба 20 минут 20 минут самой важной мудрости в мире так нас собирается на родину 20 человек на 30 человек а там прямой эфир и 250 сегодня было человек прямом эфире прямо вот прямо слушали конкретно 250 есть а это предлагает им рассказывать про мишли а здесь мотивация наоборот поменять местами да то есть я там я рассказываю обычно про мотивацию но вообще сегодня у меня озарение было я выложу можно зайти в instagram посмотреть там прямой эфир очень крутая тема я сегодня понял вообще но я считаю что все это я понимаю именно благодаря тому что я учу мишли потом значит она у меня мишли прорастает в голове и потом когда я думаю над любым жизненным вопросом мне именно это мишли дает тора дает мне видение до представляете то есть она люди не понимают хорошо двигаемся дальше сегодня у нас 18 отрывок вот обычно раньше я всегда смотрел на 18 отрывок до 18 для обычного человека что значит 18 шалом и обаркулова нового у нас появляются время новые люди и обаркулова первый раз вижу 18 что значит 18 для обычного человека это совершеннолетие для кого-то 18 это что это 18 а когда человек изучает тору причем так уже ну на таком хорошем уровне да он знает что 18 записывается на иврите как хай хай это жизнь хорошо все продолжаем значит мы сегодня начинаем с 18 отрывка и 18 отрывки написано так ошер вы кого-то идти значит продолжает царь соломон от имени торы от имени бога через тору он он как бы говорит что тора дает только от первого лица и он говорит ошер вы кого-то идти богатство и почет со мной настоящее богатство настоящий почет тора дает и богатство и почет он отек уцдака значит на английском красиво звучит riches and honor belong to me богатство и honor honor это гонор гонор такой почета belong to me во мне enduring wealth and success то есть она повышает увеличивает увеличивает вэлс богатство и success то есть понятно да что тора вот прямое обещание как тут ни крути тут уже от этого никак никак не отвернешься 8 глава 18 отрывок то есть те кто сейчас изучают мишли вместе со мной вот все кто присутствует на уроке сейчас кто его посмотрят кто именно изучают и впитывают тору берут это своей операционной системой то тем обещано что будет у нас у всех ошер богатство почет и имущество будет расти и дзека и дзека and success и все это будет по-честному и по-справедливому что очень приятно riches and honor belong to me god это цитата я кашатанин цитирует все от меня значит хорошо но здесь все понятно я помню big money было интервью со мной это евгений черняк и он говорит то есть известного столмуни написано что когда человек деньги зарабатывает там 30 процентов он должен вкладывать недвижимость 30 процентов бизнес 30 процентов держать под рукой что если будут какие-то сделки чтобы можно было их сделать и 10 процентов дзека чтобы было благословение то есть он реально знает что что у нас написано в талмуде большинство евреев не знают типа то талмуд какая там разница а евгений черняк который не еврей он интересуется да просто человек который хочет понять и в талмуде есть очень множество вообще вторе есть множество законов правил как зарабатывать деньги как и сохранять как потерять даже есть советы есть талмуде такой совет если хочешь потерять деньги найми рабочих и не следи за ними прям так и написано да просто найми рабочих и пусть сами себе работают это совет талмуда да хорошо значит я сейчас не буду дальше в эту тему уходить понятно кто хочет найти богатство почет и увеличить все это потом и не потерять потому что бывает что находят и другими путями но потом удержать это это сложности да потому что как удержать как сделать так чтобы она не потерялась это сложно дальше девятнадцатый отрывок опять шло мамеллах еще раз еще раз еще раз он нам показывает почему мудрость торы божественная мудрость она круче всего то вперед меха рут уме пас он говорит плоды и лучше чем золото и золото есть хоруц это золото и пас это тоже золото как на английском нам подсказывают это лучше дэн гол лучше чем золото файн голд и лучше чем файн голд ну прекрасно чистое золото да значит смотрите что имеется ввиду вот когда человек получает божественную хакму от бога он получает знание как работает мир что такое хорошо что такое плохо то он первое он получает когда он получает тору это он получает тот вид знания который работает и уже после смерти то есть в духовном мире одно дело когда у человека есть знание просто он ну узнал что то там расписание поездов выучил наизусть от киева до харькова и он наизусть знает все расписание поездов то есть с одной стороны ну круто он знает расписание с другой стороны ну а зачем ему когда он умрет расписание поездов там поезда не ходят когда человек изучает тору божественное знание то у него появляется информация о боди то есть сами вот эти вот как сказать мысли формы идеи они работают что здесь что там то есть бог вечный духовный мир вечный он не зависит от материального мира наоборот материальный зависит от духовного и когда ты заполняешь свою голову духовным божественными вот этими идеями то ты переходишь при жизни туда то есть есть известная история в талмуде там спорят знают ли мертвые что происходит здесь материальном мире то есть знают ли мертвые или не знают что происходит материальном мире и там приводится рассказ такой что один был хасид который ночью его жена выгнала из дома выгнала из дома потому что он только он учил тору и его ничего домашние дела его не интересовали она ему говорит слушай ты достал работа ты не хочешь только ты тору учишь денег у нас нету говорит все уходи а это была роша шана видно ну вот как час канун шабата и сейчас как бы ну там жены они мужем говорят давай помогай готовиться к шабату и динарвинок на базар там туда сюда как-то помогает а этот не хотел помогать и она его выгнала и он на роша шана он пошел на кладбище и лег там спать лежит на кладбище не спится ему да тут он слышит души разговаривают между собой одна душа это были две девушки одна другой говорит слушай пойдем полетаем сегодня роша шана и сегодня устанавливают судят мир пойдем полетаем узнаем что будет в мире а а вторая душа ей говорит нет говорит я не полечу мне стыдно летать меня похоронили в циновке циновки из такая циновка это как покрывало такое плетеное покрывало значит она стеснялась так говорит ладно я пойду полетаю а а ты значит потом тебе расскажу и вот она полетела летала она летала прилетела и говорит той душе вот и знаешь вообще в этом году будет не урожай людям то на небе присудили не урожай и как как будет не урожай будет засуха в этом году этот хасид услышал вернулся домой после роша шана и засеял засеял землю засеял зерно раньше чем все засеяли и когда началась засуха у него уже его там зерно пустила корни глубоко его зерно не пересохло и он собрал единственный урожай и продал ему вообще разбогател вообще разбогател на следующий год он нужен жена радостная счастливая на следующий год он не говорит слушать лишь год как хорошо прошел я был уже пойду опять на кладбище переночил не рассказывать ей в чем дело значит пошел на кладбище опять слышит души между собой разговаривают одна другой говорит подружка подружка пойдем полетаем узнаем какой будет суд то и говорит я не полечу мне стыдно я за меня похоронили в этой в одежде не вместо одежды похоронили в такой циновке из тростника ну такая видно не было денег у них бедная семья была я говорит не полечу мне неудобно так говорит ну ладно я полечу полетаю и значит тебе расскажу прилетает она говорит о знаешь в этом году опять будет не урожая но в этом году побьет все градом все градом побьет значит этот хасид услышал выходит он значит все посадили урожай он не садит и уже в последнее вот уже прямо последний срок когда надо было садить урожай он посадил свое зерно и когда у всех уже были всходы большие у него были только они из земли показались и у всех побило урожай градом а у него они были еще мягенькие такие они не побились и у него единственного опять урожая и он им опять продает еще больше разбогател значит жена ему говорит слушать что тут не так ты мне скажи откуда ты все знаешь как-то разбогател открой секрет и он значит жене рассказал говорит так и так я значит в рожа жена вот слушая что души говорят и и значит я знал из этого теперь и рассказал и всю историю жена его она была а нет она была видна женщина не очень хорошая такая видно по ней и она как-то в этой деревне в этом селении она поругалась с мамой той девочки которая была похоронена в циновке и она и говорит ты вообще говорит что ты тут будешь еще со мной спорить ты дочку свою похоронила в этой самой в циновке в общем на ее так обидеть хотела обидела на ее так на следующий год этот хасид пошел пошел на 5 на кладбище рожа жена и души одна другой говорит подружка подружка пошли полетаем а то ей говорит не 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 тут кто-то нас подслушивает все это время кто-то нас подслушивал и ничего они не рассказали также на ему обломала весь всю историю и объясняют там мудрецы объясняют первое они объясняют что ну там много есть из этой истории чего учиться но одна из вещей что те люди которых при жизни интересовало только вопросы этого мира то они выше этого мира подняться не могут их интересует только вопрос этого мира тот кому было стыдно в этом мире ему и там стыдно тут кому было плохо в этом мире ему и там плохо то То есть все, кто, и человек, который изучал всю жизнь только расписание поездов из Тиева в Харьков, ну, например, да, или там, я не знаю, что еще люди изучают, математика, там, еще что-то, марки собирают, то им на небе нечего делать, то есть их небо, при жизни их небо не интересовало, а после смерти у них нет ни о чем, да, они не прилеплены к небу, они остаются прилеплены к земле, а на земле они ничего сделать не могут, и вот они страдают, они и туда не поднимаются, и здесь они, ну, их нет уже, то есть это одна из таких вот идей, которая учится из этого момента, там очень много других вещей тоже учится. Значит, поэтому, сказал нам Шлома Амелых в 19-м отрывке, что лучше плоды хохмы, чем божественной мудрости, чем золото и чистое золото, что золото и чистое золото ты заработал и должен потом всю жизнь бояться, что с ним дальше будет, как его сохранить, куда его закопать, как его спасти и так далее. То есть вся жизнь людей, которые заработали большие деньги, особенно раньше, чистое золото было только как спасти его от грабителей, и спастись было невозможно, потому что в то время, в древности, то Чиндисхан, то Александр Матидонский, то Наполеон, то Гитлер и Макшмо Визихрот, то есть постоянно рождались какие-то сильные грабители такие, которые грабили, вначале свой народ захватывали, а потом они грабили все окрестные народы, потом их убивали, потом вставал опять какой-то грабитель, он грабил окрестные народы, потом его убивали. Но, в принципе, на то время люди, хотя и стремятся к этому золоту и серебру, но сохранить его потом они не могут, и с собой унести в могилу они тоже не могут. А что они могут? Значит, если это Тора, то она дает тебе и в этом мире достаточно для жизни, и богатство по Торе, это когда тебе достаточно. Кто ашир, кто богат, тот, кто самаяхбехалко, тот, кто рад своему уделу. То есть ты и в этом мире можешь заработать, и ты, так как ты это делаешь через божественное знание, то ты и там, на небе, уже имеешь ту валюту, которая там принимается, на небе. То есть это то, что он сказал в девятнадцатом отрывке, лучше плоды Торы, чем золото у Твуати Микесов Невхар, и ее урожай лучше, чем серебро отборное. Что такое серебро? Значит, уже нам объяснял Малбин, что золото это то, что ты хранишь, серебро это то, чем ты пользуешься. Значит, и если сравнить это уже с интеллектуальными понятиями, то золото это аксиомы Торы, это божественная мудрость, хохма, то есть это те аксиомы, которые Бог дал, то, как существует мир и как он работает. А серебро это соответствие, параллель, бина, сообразительность. То есть изучая Тору, особенно методом, которым евреи изучают Тору, задавание вопросов, обсуждение, споры и так далее, то есть как исследование, да, такое, то развивается бина, вот это вот качество, сообразительность, понимать вещь из вещи и сопоставлять из вещей целую картину. Твуна. И понятное дело, что если человек, я помню, когда-то, когда-то там один, ну, один сказал про меня, что говорит вот Ицхак, если даже он будет без копейки денег, раздетый в чужом городе, не зная вообще ни одного человека, он там, в этом городе, буквально, я уверен, через там неделю, он уже найдет деньги, работу, друзей, где жить и так далее. Почему? Потому что, потому, так он про меня сказал, я это запомнил на всю жизнь, я тогда еще был, ну, достаточно молодой, что, когда есть у тебя в голове понимание, знание, как все работает, и умение этим знанием пользоваться, это намного лучше, чем серебро и золото, потому что, когда там богатые родители оставляют детям серебро и золото, но не оставляют им нормальных мозгов, как этим пользоваться, то это же серебро и золото их убивает. Как Уитни Хьюстон, умерла от наркотиков, и дочка ее, 22-летняя, умерла от наркотиков. И что? Помогли миллионы мамы. Вообще не помогли. Я недавно читал страшную историю, вот буквально три дня назад я увидел, что Гафт, Валентин Гафт, еще концерты дает там и так далее. Но я вообще подумал, странная такая вещь, приехал там, театр-современник, приехал в Грузию. И, значит, зал такой, это Галина Вовчика, их современника, режиссер, на инвалидной коляске, играет она там кого-то еще до сих пор. Думаю, вот живут люди, да, чем занимаются всю жизнь? Изображают других людей. А другие люди приходят в зал и смотрят, как те люди притворяются другими людьми и читают заготовленные тексты, которые написали какие-то люди давно, которые придумали, как бы говорили четвертые люди в этой ситуации. Ну, бред. То есть полный бред. Театр, это бред сумасшедшего. Да, вообще вся эта система, она, ну, просто сумасшедший дом. И я увидел там один из элементов, Валентин Гафт. И он такой уже пожилой-пожилой. И он говорит, вот в Грузии хороший зритель. Хороший зритель в Грузии, добрый, говорит, зритель, понимающий. Ну, ладно, думаю, почитаю про Гафта. Захожу в Витипедию, читаю про Гафта. Думаю, сколько ему лет, хоть узнать. Ему сейчас, он 35-го года рождения, значит, ему 83 года. Он жил с одной женой, родилась дочка, потом он развелся с женой, женился второй раз. Я думаю, что он еврей, все жены у него не еврейки были. И его дочка от первого брака, 29 лет, заканчивает жизнь самоубийством. И как раз я прочитал несколько, ну, мне было интересно, несколько статей, как его интервью с ним после самоубийства. Значит, ну, вообще, как все это было. Просто несчастная девушка, которая, родители развелись, мама ее тиранила, папа с ней не общался. Все. И вот она никому в мире не нужна, вообще, и 29 лет, она заканчивает жизнь самоубийством. Это страшно, это страшная жизнь, пустая жизнь, которая, ну, вообще, абсолютно, как бы, живут люди. Зачем? И вот он, 83 года, ездит, развлекает зрителя в Грузии, которому нечем заняться, кроме как смотреть, как 83-летний Валентин Гав, читает стихи, какие-то непонятные вообще, ну, то есть, вообще непонятно, зачем они живут. И вернемся опять к 19-му отрывку. Лучшие плоды Торы, чем золото, и лучший урожай, который она дает, чем отборное серебро. 20-й отрывок, давайте, сегодня это будет последнее. Беорах дздака аалех, бетох нативод мешпад. Значит, по путям дздаки, по путям справедливости. Дздака, само слово, оно переводится как справедливость, дздака. Но, когда мы помогаем кому-то, мы тоже называем этот дздака. Причем, интересно, было так смешно один раз. Там есть, у моей жены, есть, там, ее брат женился на татарке. И татары, у них свои законы. И мы как-то приехали, значит, и татарка дает, это его жена, дает деньги и говорит, вот вам дздака детям передайте. Я думаю, интересно, какая татарская обычай давать дздаку, ну, моим детям, хотя, слава богу, мы нормально зарабатываем. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, это у нас так принято назвать подарок, ну, то есть, у мусульман подарок, у них называется дздака, как, то есть, дздака, это с одной стороны справедливость, с другой стороны это милосердие такое, когда ты помогаешь, это называется дздака. Да, помолимся за гафта, чтобы он сделал джуу, давайте помолимся, это очень классный совет, вообще, спасибо Борис Малеров, что я реально, то есть, чтобы бог дал ему возможность лекзор бы джуа вернуться к джуе и понять, что смысл жизни, вообще, бог создал человека для того, чтобы человек вернулся к богу. И если человек возвращается к богу, то этим он может исправить вообще всю свою жизнь и даже в последний момент. Все, чтобы было гафту, как возвращение, полное возвращение к богу. Теперь, значит, давайте еще раз к дздаке вернемся. То есть, когда человек поступает с другими людьми, как добрый, милосердно, помогает, хочет сделать им хорошее, это называется дздака. И Тора, в принципе, она учит нас вот такой вот доброте, справедливости, любви. Главная заповедь Торы, когда спросили Раби Акиву, какая главная заповедь, на которой вся Тора стоит, да, он сказал, «Ваавта лереха камоха» «Возлюби ближнего, как себя». А, кстати, Гафт, да, в этой статье было написано, что под влиянием своей второй жены Гафт стал православным, так что ему тяжело будет вернуться к джуе, потому что он думает, что он нормально, ну как бы он религиозный, он себя, это, он считает, что он, ну, прямо написано было это, я забыл сказать вам, что он православный, Гафт, да, он правильно прославляет Бога по православию, то есть, как он считает, как может человек вернуться к джуе, если он считает, что он прославляет Бога правильно, то есть, это, вот это сложный момент, да, то есть, когда человек, он не верующий, ему легко стать верующим, но когда он уже верующий, но неправильно верующий, да, Или как-то верующий, но он думает, что он правильно верующий. Кстати, каждый верующий думает, что он правильно верующий. Представляете? Любой верующий, во что бы он ни верил, он думает, что он правильно верующий. Даже если он атеист, он верит, что вот он именно атеист, он верит правильно. А все остальные не сектанты. Хорошо, давайте вернемся еще раз. Значит, что в 20-м отрывке нам хотел сказать царь Соломон? Он нам хотел сказать следующее от имени Бога. Тот, кто идет, орах, это широкий путь. Тот, кто идет по широким путям в своей жизни, с главными установками дзнака, милосердия, доброта, помощь людям, желание дать и помочь, то, что бытох, нытьевод, мешпад. Значит, у него будут широкие пути. То есть, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Если человек делает много дзнаки, он помогает, он любит людей, он выполняет заповедь Вахта Лереха Камоха, то Бог делает его путь широким, легким. И, ну, как бы, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Я вам скажу, ладно, скажу пару слов в защиту Гафта, что он за свою жизнь принес людям очень много радости. То есть, люди в своей беспросветной жизни, они хотя бы приходили к нему на концерты, и они забывали о своей, ну, как бы, тупиковой личной истории. И они смеялись чуть-чуть, радовались чуть-чуть, улыбались чуть-чуть. То есть, он, в принципе, создал в этом мире много добра. Я не думаю, что он был плохим и плохим человеком. То есть, он делал по-своему, делал добро. И, в принципе, за это Бог ему дал долголетие. У него было, там, ну, наверняка, тоже много хорошего в жизни. И, значит, на широких путях, по путям широким сдать буду идти. Это такая установка. Значит, натив это такая дорожка, на которой человек может один идти только, да, тропинка. И на тропинках буду идти по мишпату. То есть, здесь есть... Вот смотрите, вначале была дана, книга Берейшит в Торе, вначале были даны качества характера. А потом на качество характера были надеты уже нюансы, законы, да, законы Аллахот. Теперь есть люди, которые они, они недобрые, скажем так, или недостаточно добрые. Вот, я знаю, религиозных людей, они по отношению к людям, они не выполняют заповедь в Афтали Реха Камоха. Прямо конкретно, эта заповедь для них не является основополагающей. Они не хотят, не любят делать вот так вот добро. Просто по умолчанию так получилось. Непонятно, почему это, но у них вот такое вот качество характера не очень. И они очень строго выполняют при этом какие-то, ну вот, нюансы, митцвот, которые, которые, ну, такие внешние нюансы. У них очень красивый может быть там мешочек для тфилина вообще. Он прямо на этом мешочке, прямо у него мешочек, бомба для тфилина, да. Да, но при этом он может, когда идет молиться, он может толкнуть трех человек и на четвертого накричать, что ты там тут стоишь, зачем ты пришел. То есть, вот такие есть варианты. И когда человек на вот этих вот тропинках, он строгий сильно, и еще он к людям строгий, то у него его бьет иногда жизнь так, что капец. Есть люди, которые добрые, которые добрые, которые включают в себе хорошее отношение с неба, но они все равно должны быть на этих тропинках, должны быть строгими. То есть, выполнять все равно нужно, Аллаху нужно выполнять, но нужно быть самому прежде всего добрым человеком. И второе, ты сам можешь устрожаться как угодно, но переносить свою строгость на других людей ты не должен. То есть, у каждого человека свой уровень соблюдения, у каждого человека свой уровень отношений с Богом. И умение увещевать, увещевать, это другому делать замечания, это одно из самых сложных умений, которые только есть. Потому что, увещевая другого человека, ты можешь его, не дай Бог, обидеть, ты можешь его, то есть, ты можешь принести больше вреда, чем пользы. Рассказывают одну историю, как в одном месте был такой, значит, был Рэбе такой цадик, и был один еврей, который там ничего не соблюдал, который, в общем, это самое. И этот Рэбе как-то к нему пришел домой, тот его впустил, Рэбе сел, посидел чуть-чуть и говорит, ну и все, я пойду. Тот говорит, а что вы приходили? Он говорит, ну смотри, говорит, есть заповедь увещевать в Торе, то есть, нужно увещевать нижнего, и ты не понесешь за него грех. Но написано в Шелконорухе, что там, где ты думаешь, что ты будешь не услышан, то, наоборот, нельзя увещевать, то есть, потому что это может произвести обратный эффект. Так я, говорит, решил, что совсем не прийти и не к тебе, я не мог, то есть, я должен был, как бы, прийти, но и увещевать тебя я особо не хотел, потому что я боялся, что это произведет обратный эффект. И тогда этот человек сам ему говорит, нет, говорит, скажи, что хотел сказать, может быть, и, а у него был такой дух противоречия, может, я и сделаю что-нибудь, ты скажи. И он ему сказал там то, что, ну там, то, что он хотел сказать, и тот помог, тот помог, сделал там хорошее, доброе дело и так далее. То есть, надо уметь увещевать, понятно. Поэтому, значит, про Валентина Гафта не знаю, правильно ли я сказал или нет, просто рассказал историю. Я его не увещевал, просто рассказал то, что меня заинтересовало, то, что я нашел в Википедии и все. Все, дорогие друзья, делаем, делаем выводы, делаем выводы. Я какие-то три делаю вывода. Первое, что то, что мы учим Тору, это круто. И, значит, и будут, и деньги будут, и почет будет, и вечная жизнь будет. Второе, что я понял сегодня, что... Про жену? А что из этой истории можно выучить, что... Что не надо ничего жене рассказывать. Итан выучил, да? Что жене ничего нельзя рассказывать. Ну, а это впервые вот написано, не умножая разговоров с женой. Со своей женой, сказали мудрецы, тем более с женой ближнего. Все, с женщинами мы не говорим. Все. Все, хорошего всем дня, шаббат, шалом, удачи, успехов. Все, жду ваших тоже три вывода. Каждого... И у вас, я каждый раз считаю выводы ваши, завидую. Потому что я когда даю урок, я вот думать не успеваю. Ну, а вы же слушаете, успеваете подумать, там, осознать. Так что я завидую вашим выводам, такие выводы, что я сам у вас учусь. Все, удачи, успехов, жду ваших выводов. Пока. Шаббат шалом.